Вот, друзья мои, тут у нас комбалки немножко. Раз, два, там три штучки. Хвостик щучий. Голова. Все намыто. Жабры вымуты, все намыто. Сейчас я добавляю соль и делаю бульон из этой рыбки. Рыбку я сварю, почищу от косточек. И мы будем добавлять это в уху. Добрый день, друзья. Вы на канале Уютное Чаепитие. С вами я, Ирина Резвая. Время уже полодиннадцатого утра. Мы уже выпили кофе. Коля у меня сегодня дома. У него отгул. И сегодня они решают с Катей свои дела строительные по Катиной квартире. Но сейчас, пока собираемся, мы решили приготовить уху. И уха у нас сегодня будет необычная. Ни с нашей рыбы, ни ту, с которую Коля ловит, будет уха из красной рыбы. Ну, можно сказать, финская уха. Мы, конечно же, посмотрели рецепты этой финской ухи. В общем, все то же самое. Все то же самое, что и готовили мы когда-то. И, может быть, мы с чего-то новенькое увидели. Мы купили вчера сливки. И сейчас будем делать. Но мы внесли некоторые изменения. Конечно, это не супер. Финская уха, может быть, кто-то знает настоящий рецепт. Хотя их много. Что мы сделали? Мы сварили бульон рыбный. Камбала и щучья голова у меня была. Бульон. Камбалу мы почистили. Щуку я добавлять не буду. Но камбала, филе, почищенное, немножко будет. Для, может быть, для густоты, для аромата. Щуку я, Коля, конечно, сказал, что можно добавить у щуку. Но, мне кажется, она уже рыба речная. И она уже здесь не идет. В бульон нормально. Так что бульон у меня уже сварен. Коля уже камбалу почистил. Вареную. Они были такие камбалки маленькие. Ну и сейчас я начну. Николай Александрович, наверное, ко мне присоединится. Может быть, сливки пока даже вынуть, чтобы они у нас постояли. Так. И что я буду сейчас делать, друзья? Коля пока рыбку красную. Рыба у нас форель. Рыба форель. И сейчас Коля ее порежет. От косточек почистит. Потому что будет есть ребенок. Здравствуйте. Скромный. Говорит, свари сама. Я говорю, нет уж, давай сегодня побудь со мной. Сейчас они опять на целый день уйдут. Так, а мне надо куда-то вылить пока от... Господи, свирки поставила, я и не вижу. Так, я сейчас выну рыбу в филе камбалы. Вот немножечко Коля ее почистил. Здесь камбала. Чтобы от косточек, потому что будет кушать ребенок. Так, я тебе, наверное, дам кулечек под косточки, да? Ну, маленький, да, и да. У него косточек будет. Я сюда, знаешь чего, я сюда и лук тогда почищу. Нам понадобится еще лук, понадобится еще морковь. Морковь где-то добавляют, где-то нет. Мы решили добавить, но тереть я ее не буду. Я ее хочу обжарить, ну, дольками или как, или полукольцами, или щетвертинками. Не хочу тертую. Лук у меня еще есть половинка. Хлеб луковый. Вчера я пекла луковый хлеб. Сейчас я разрежу, друзья мои, покажу. Вот он у меня такой. Я еще сверху луком-то посыпала, а он у меня поджарился. Сейчас я порежу, покажу вам. Вкусный до чего. Так, где-то у меня ножи. Коль, что-то у нас, знаешь, больших ножей вот совсем не стало. Вот такой хлебушек. Что-то и лук-то не видать. Он сверху, наверное, весь. Нет, я много замесила вчера. Ну-ка, дай-ка я попробую. Еще отрежу кусочек. Да, вот есть, есть. Друзья, вы пишите, что лук обжарить, я его свежий добавляю. Вот раньше же по рецепту хлебопечки, ну вот он, его не видно. По рецепту хлебопечки он прямо добавлялся в тесто. Запах, конечно, очень приятный, когда печется, вообще вкусно. А я вчера корочку отрезала Тимуле. Он попробовал. Это у меня, наверное, из-под... Это я чего тебе дала? А, так это из-под хлеба корочка. Вот, попробовать дала. Он такой еще тепленький. Горячий хлеб, конечно, есть нельзя. Но я ему корочку остыла, корочку дала. А второй хлебушек у нас мы разрезали тоже, с Колей посмотрели. Сейчас уже не надо резать. Я уже знаю, что он уже испечется. Все. С этим хлебом я уже, как говорится, все, научилась, друзья мои. Надо было, конечно, раньше. Время это тоже занимает. Но вчера, говорю, попробовала. Вот на своем миксере. Нормально замешивает. Вроде крючочек такой слабенький. Но для 650 грамм муки и пол-литра воды он нормально, он вымешивает. Но я вам уже об этом вчера говорила. Так, ну что у нас здесь? Мне надо сейчас... Вот, Коля у меня уже даже картошку почистил и порезал с утра с самого. А я сейчас почищу лук. Сварим уху. Потом ребята поедут у меня по делам. Нормально такими кусочками будет. Да, они как раз нормальные. Вот такие кусочки. Небольшие. Может, помельче чуть-чуть. Хотя бы вот. Может, еще пополам? Нет? Или будет как каша. Может, не надо. Может, будут такие, да? Главное кусочки убирать. Так, сейчас я лук почищу. Первым делом надо будет нам обжарить лук. Давно уже хотели приготовить этот суп. Вот вроде бы ничего необычного. Надо всегда готовить. Что хочу, 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 хочу. А тут еще Катя сказала, что она ела такой суп, самый вкусный. Говорит, самый такой вкусный суп попробовала. Буду, если, говорит, еще там под Питером. Не помню, как она называла этот поселочек. Обязательно зайду и снова там поем. Этой ухи. А здесь мы брали уху в этом, в Преста, по-моему, брали. Не понравилась она нам. Она же должна быть сливочная. Уха будет богатая. Красная рыба. Поджарено все будет на сливочном масле. Так вот. Буду варить, друзья. Буду варить всегда варю в большой кастрюле. Вчера ходила я, когда смотрела в М-Видео. Там же тоже есть кастрюли. Можно было бы и купить. Такую качественную, хорошую кастрюлю. Потому что у меня уже ничего не осталось. Но вот эти, я знаю, что может быть... Если был бы у меня кулинарный канал, да? Конечно, для красоты я бы приобрела что-нибудь другое. Вот она нравится мне. Удобная очень. Можно ведь ее и не полную сварить. Так, и моя любимая чугунная сковорода. Смотри. Неубиваемая. Неубиваемая. У нас, кстати, с тобой вот там чугунок большой есть. Давай его отвезем на дачу. Он был куплен для этого. Для плова. А что ж ты плов не готовишь? Не знаю. Как-то совсем забыли. Обычно Коля готовит зимой. Он зимой все время дома. Ну, не уезжает никуда на выходные. И обычно готовит зимой. Так, мне нужно масло. Сливочное масло мне надо. Там куплено вчера было. А у меня еще есть кусочек. Кусочек масла. У нас Кирюха все еще спит, друзья. Каникулы, и он еще все еще дрыхает. Так он улегся, наверное, поздно, да? Слушай, а мы вчера на сколько вообще все спать-то лепить? Не знаю, я рано. Я ролик выгрузила и тоже, по-моему, пошла сразу же. Так, вроде выбрал все. Выбрал, нету косточек. Косточек, да. Там, может, мелкие. Слушай-ка, не надо вот так аккуратненько, чтобы ребенку не попалось. Мне кажется, крупновато. Нет, как тимулька есть будет. А не мало рыбы? Хватит у нас еще камбала есть еще. Думаешь, что хватит? Вот это вот это с косточкой. Вот из косточки можно убрать. Вот еще косточка. Потом будем еще выкладывать. Но в основном тут косточек нет. Так, это здесь три пачечки у нас, да? Да. Так, кажется, мало. Да, хватит. Мне кажется, хватит. Мне кажется, надо было помягче кольц, чтобы всем досталось. Да, всем достанется. Так. Ну что, масло уже у меня все. Растопилось. Сейчас пожарим лук. Сварим. Помельчить-то тоже не надо сильно. Думаешь, разварится? Угу. Ты не пробовала, она как-то соль. Возможно, ее чуть-чуть подсолить надо еще. Написано, что на тачке мало соленая. Вот. Вдруг ее надо подсолить. Ее надо подсолить, чтобы она немножко схватилась и стала поплотнее. Попробуй, ладно? Потому что, когда она свежая, ее в суп кидаешь, она разваривается. А когда подсоленная она, она немножко, как бы соль как будто бы ее схватывает. Ну как? Не, нормально. Нормально? Не надо подсоливать. У нас еще подсолен бульон. Ну что, пока лук обжаривается, что я сделаю? Так, где? Так, где? Курочек-то вот. Пока лук обжаривается, я, наверное, это-то, может быть, потом убрать. Там бутерброд с хлебушком можно доесть. Там есть же, у нас щука лежит в голове. А, вот туда, правильно. Пусть так обжаривается слегка. Сильно обжаривать не будем, немножечко совсем. И сейчас я прямо этим ножом... И картошку, наверное, надо будет, да? А картошку-то... Слушай, я не поставила бульон-то варить. А нам не хватит этой кастрюли? А как-то надо обжаривать. Да, чуть-чуть обжарю. Ее надо, чтобы она стекла. Давай. Давай, я приду. Так, у нас дуршлаг-то занят там, да? Да, не знаю, не знаю. А ты у нас дуршлаг? Сито давай, сито. Сито. Нет, просто руками вынь, да и все. Ну, руками просто вынь. Картошку. Слушай-ка, я думаю, может, все-таки вот в этой... Нет, тут сливки опять же будут. Большой сварим. Значит, что, ставлю я на огонь. Потому что, надо же будет варить картошку в бульоне пока. Бульон, друзья, я тоже процедила. Обязательно. Так вот, я потом намою. Сделаю совсем не маленькие огни. Сильно обжариваю не надо. Сейчас, Коля, у меня пойдет картину весить. А куда? Я даже не знаю. Просто все-таки Кириллу в комнату. Я уже там закрутил саморез у нас. У нас в комнате? Да. Над кроватью или напротив? Напротив. Сделаю я, наверное, вот морковь пополам. И вот так на три части. И будет дольками, как картофель. На улице заморозок. По прогнозам тоже будут пока заморозки слабенькие. Минус один ночью, может быть, минус два. На выходные уже будет плюсовая. Ты все, что ли? Картину пошел весить? Ну, пойду, да. Так ладно, все. Вроде бы все. А я помощь мне больше не нужна. Это поэтому не помыл досочку. Сама полосочка. Какой серьезный косяк. Ты не помыл досочку. Так. Морковка. Вчера выбрали, Катя выбрала ламинат. Его уже привезут. А когда привезут, не знаю. Ну, по крайней мере, привезут все уже. Дело движется. Квартира приобретает человеческий вид. А я, наверное, сегодня прогуляюсь. Прогуляюсь, посмотрю. Я возьму с собой и телефон, и вот эту камеру возьму, чтобы поярче там. Ну, цвета были нормальные, как и должны быть. Так. И что мы сейчас делаем? Друзья, я сюда камеру не направляю, потому что я же не показываю, не рассказываю там супер рецепт. Просто показываю, что я делаю. Когда вот я что-то хочу, например, показать, что вот я вот это готовлю, то я уже поближе. Тут просто пока обжариваю, поставила бульон. Крышку только бы еще бы мне найти от этой кастрюли. А то у меня и кастрюли, и крышки всегда живут разной жизнью. Конечно, как я и предполагала. Вот где у меня крышка-то интересная, девки пляшут. По 4 штуки в ряд. Ну-ка. Это интересно, девки пляшут. Друзья мои, одно время был такой добрый сериал «Солдаты». Много было сезонов. Упала у меня держалка. Ладно, потом, не буду сейчас тут ползать по столу. Вот нравился мне этот сериал. Нравился, и там один... Военный, ну, непростой солдат. Он все время говорил, что бы ни случилось, он все время говорил эту фразу. Интересно, девки пляшут по 4 штуки в ряд. И он ее как только потом не перефразировал. По-разному. Такой был. Я бы сейчас с удовольствием посмотрела бы, например, этот сериал. Нравится мне и актриса там такая была приятная. Ну, старый сериал у меня еще Кирюша маленький был. Кирюша, наверное, был, ну, может, полтора годика. Ну, каждое утро он шел по телевизору. Каждое утро мы его включали. Там музыка такая. Ну, вообще, добрые были сериалы. Нужно было посмотреть, ничего злого. Ну, там, конечно, были. Если кто смотрел, там были такие нюансы. Но ничего. Доску намою. Хотя бы я ползну, надо ее потом с вылом намыть. А фильм «Граница» помните? Тоже был сериал, сериал «Граница». Тоже, как его смотрели все. Прямо досматривались. Так, этот нам кулечек больше не понадобится. Я уже хочу этой ухи, друзья. Вот, правда, уже хочу. Но мне надо, значит, что сначала мне надо сделать? Сливки. 10% сливки взяла. Так. Можно, конечно, еще добавить водичку с мукой, чтобы суп был помягче, ну, понасыщеннее, погуще. Но не знаю, я буду это делать или нет. Так. Обжаривается. Сейчас обжаривается. И сюда еще надо в масле обжарить. Вот пока у меня водичка, бульончик не закипел. Тут же картофель можно обжарить. Вот в этом... Пассеровать даже не обжарить, а как пассеровать. Вот сейчас я это и сделаю. Но я добавлю масло еще. Я добавлю еще сливочного масла. Пусть будет вкусно. Будет суп сегодня у нас богатый. А то все щи-борщи. Давно гороховый не варила. Так. Вот сейчас немножечко схватится эта картошечка. Соли не добавляю. У меня бульон соленый. Плюс будет соленая рыбка. Так, друзья мои, отключусь на недолжко. Посмотрю, как у меня там... Коля картину весит. Я хочу посмотреть, будет она там смотреться или не будет. Она, конечно, будет там висеть временно. Тимуля, когда потом переедет в свою квартиру, я все равно я повешу над большим диваном. Друзья мои, подключаюсь. К чему ли подошла, я говорю, все, Тимулечка, теперь ты картину не достанешь. Би-би-би. Катя так посмотрела, говорит, не нарывайся, бабушка, на проблемы. Ну, вот так вот. Не нарывайся, бабушка, на проблемы. Не хвастай. О, у меня уже бульон закипел. Вот сейчас я уже чуть-чуть прибавлю. Бульончик. Так, и у меня, я вам говорила, что у меня есть чищенное филе вареное камбалы. И где у меня все прихватки? Нет, не то. Что-то у меня тут полотенца совсем уже не висят. Надо бы полотенечки повесить. Красивые. Так. Это мы сюда. Думаю, что муки добавлять не стоит, потому что здесь будет у нас филе камбалы, и оно придаст вот такой вот... Пушистость придаст нашему супу. Люблю эту сковородку чугунную. Ничего с ними не делается. О, раньше делали, да, друзья мои? Она, по-моему, даже летая, у нее ручка не отдельно. Или нет? Или отдельно. Впрочем, не важно. Она такая неубиваемая. Это, наверное, единственная вещь, которую я могу поставить в наследство. Кому? Детям и много. Больше ничего нет. А я уже как балыку накинула. Рассказываю, что с ней ничего не сделается. Будет по наследству передаваться потом, как реликвия. Ай, какая будет вкуснятина. А укроп у нас, друзья, будет замороженный. О, у нас укроп-то есть. Ага, посмотри. Варится быстро. Сейчас мы быстренько. Все, она уже схватилась. Помешиваю, потому что огонь сделала побольше. Так. Вот сейчас сварю уху. Потом еще что-нибудь надо. Все равно что-нибудь на второе надо сварить. А? Замороженный. Это авокадо замороженный. Пусть будет. Я найду ему применение. Я-то еще взять. Это половинка. Пусть остается. Но ее потом, где поменьше надо, будет укропа. А, чуть-чуть голову еще так лежать. Ну, щучьи головы, это... Как там, Иван Васильевич меняет профессию-то, да? А, чуть-чуть голову. Да. Не рюмочку, а как он ей сказал. Не рюмочку или как бы чарочку. А, чуть-чуть голову. Опа. Все. Думаю, достаточно. Обжаривать не надо. Сейчас я это все вот сюда сделаю и на другую комфорку. На, наверное, эти не заливай. Нет? Пусть немножко картофель у нас поварится. Легко. Картофель чуть-чуть поварится и на полпути, как говорится. Слушай-ка, уже от масла он уже такой вот, как сливочный суп получается. Немножко ополосну. Много не буду, потому что у нас ведь еще сливки. На эту комфорку, на большую. И будем варить. Я уже хочу. Да? Да, я уже хочу этого супа. Картину повесил? Да, все. Все. Я Тимуля подошла, дразнись, говорю, не достанешь, не достанешь. Бабуля, да, с прибабахом немножко. Немножечко, бабушка, с прибабахом. Чуть-чуточку. О, густой. Вкусный. Вот. Я ей говорю, сейчас суп сварю. На второе что-то, да, рыбка там подсолена, щука. Сделаю кусочки пюре сделаю. В прошлый раз Коля такое пюре вкусное сделала. Как у него так получилось? Ну, я молока, правда, вскипятила. Прям оно вообще было на молоке. Молоко, сливочное масло. И такая консистенция получилась. Нежное, нежное. Ой, такое вкусное пюре. Самое у нас, да, такое, друзья мои, картофель. Все, привыкли одно и то же. Надо бы что-то еще попридумывать. Из картофеля, вон, сколько блюд можно сделать. Тоська, сколько блюд. Картошка вареная, картошка жареная, печеная. Картошка па. Пай. Или пай. Картошка фри. Что только нету, да? Только успевай готовить. Шанги картофельные. Да, да, да. Она как начала тогда перечислять. Какие фильмы были добрые, правда? Драники. Угу. Ты драников хочешь? Не знаю, горячие можно, а холодные уже не. А драники, вот, друзья, ведь можно есть и холодные. Я их люблю и горячие, и холодные. Я, наоборот, холодные таскаю. У меня с драниками вообще воспоминания связаны. И Ивано-Франковск, когда тетя там еще жила, там я познакомилась именно с этим блюдом, драники. В шоке была. Что такое драники? Она говорит, есть сегодня нечего, готовить нечего. У меня, говорит, есть пять картошин. Я сегодня буду делать драники. Ммм, вкуснотища. Еще был сухой яичный порошок. Кстати, ты помнишь об этом порошке? Да, конечно. У вас был? Представляете, друзья, сухой яичный порошок. Ну, как сухой? Конечно, он сухой, он же порошок. Я вообще в шоке была. У нас всегда у мамы был пакет яичного порошка. Сейчас, кстати, что-то не видел. Не видел, а может быть, мы не задавались целью его найти. Может быть. Так. Этой ложкой я мешаю. Сейчас я другой ложечкой попробую. Картофель сейчас у нас поварится наполовину. И я буду заливать сливки. И, наверное, мне надо, знаешь, чего? Вот в кастрюльку. В какую-нибудь. Потому что я же не буду прямо из этого заливать. Да, в баночку хоть. А что с этого-то вылезли? Да ну, будет тут на него эта коробка плескать из коробки будет. Нет, я хочу в банку. Так можешь в кружку взять какую-нибудь. А где? У меня кружки большой нету. Так вылили одну сначала, а потом вторую. Ну, ты вылили в банку сначала одну, потом вторую. Так оно не влезет. Эта банка полу-литровая, а тут 300. Надо было поспорить? Да. В смысле не влезет? Одна-то коробка влезла. Две-то нет. Ничего страшного. Ой, эти мужчины, друзья мои, вообще. Они вообще не так мыслят. Да, Николя? Да. Мы-то мыслим так, как надо. Да ты что! Вам бы женские мозги и женские переживания. Вот тогда бы вы горя хапнули бы. Предлагаю ему. Говорю, давай, говорю, бери отпуск за свой счет. Поехали к маме к твоей съездим. Когда ты мне предлагала? А ты уже не помнишь? Вот видите, он может сидеть, кивать. Вот особенно если он в телефоне. Я могу с ним, я могу всю историю ему рассказать. Он будет мне поддакивать. А потом я у него... Поддавать вопросы, сама на них ответить, да? Да. Потом я у него спрошу, ну как, он все пойдет. Что пойдет, Коля? О чем я сейчас говорила? Он начинает вспоминать его последнюю фразу. Вот видите, он не помнит. Надо к маме-то съездить. Надо. Вот надо было летом ехать, когда тепло. А зимой туда ехать уж я никак не хочу. Все черно-белое какое-то. Так, я же хотела суп попробовать. На соль? На соль. Попробовать и... Мне кажется, вот эту рыбу, если положить, будет нормально. Ну, оно немножко есть. Но картошка заберет. Ну, еще и сливки заберут тоже. Ну, как бы ты разбавишь их. Потом в конце подсолим с лучшей. В общем-то, да. В общем-то, да. Так, ну что, давай варись. Слушай, она уже разваливается. Может, сливки... Вот он, видите, какой получается. Вот картошка. Она вот кажется крупной, но на самом деле она не крупная. И морковь. Не тертая морковь. Я ее резала. Ну, там еще филе комбалы. Моя ложка, которую уже давно-давно пора поменять. Но не могу я с ней расстаться. Так, все, друзья мои. У меня кипит. Картошечка у меня уже сварилась. Ну, она такая почти до готовности сделана. Сейчас я добавляю красную рыбу. Добавляю сразу перец. Добавляю сушеный... Вернее, наш порезанный замороженный укроп. То же самое будет. Очень вкусно. Ну, и все, наверное. Вот сейчас добавляем. Пять минут и всего будет достаточно. Можно было бы, конечно, даже сразу отключить. Но будет кушать ребенок. Поэтому это должно покипеть. Надеюсь, что будет кушать ребенок. Перец. Вот такая, друзья мои, будет вкуснотища. Да, сейчас покипит и попробуем, конечно. А красиво-то как, смотрите. Правда? Розовый, белый и зеленый. Розовый, белый и зеленый. Розовый, белый. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Друзья мои, готовьте такой суп Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Поэтому кушайте, приятного аппетита Субтитры сделал DimaTorzok До свидания Друзья мои, небольшое дополнение Коля мне напомнила Субтитры сделал DimaTorzok